Подпольный олигарх проживает на крайней Караганды. По крайней мере, в этом уверены налоговые органы. По их информации, у 70-летнего пенсионера несколько машин, квартир, земельные участки и гаражи. Хотя на самом деле у него ничего нет. И живет он на иждивении у сестры. Давайте мне эти квартиры, я сейчас пойду людей выселиваю и буду платить вверх. Это вообще что-то беспределное. Машины. Жизни никогда не было. У Юрия Иванова сдаёт нервы. Его сестра пьёт таблетки от давления, частенько вызывает скорую. Всему причиной уведомлений от налоговых органов, которые приходят уже на протяжении 8 лет. Мужчина живёт у сестры, и у него нет и никогда не было своего имущества. Тем не менее, ему приходят налоги то на квартиры, то на машины, то на земельные участки и гаражи. Налоги на меня посылают. Откуда они их берут? С неба, что ли? Если у меня ни земли нет, ни машин, ни гаражи, ни квартир, почему я за кого-то должен платить постоянно? Если у них эти компьютеры не работают, пишите на бумажке. Каждый год мужчина ездит разбираться в налоговую. Каждый раз ему обещали, что спишут все долги. Но вчера огорошили. Пене набежало уже 15 тысяч. Я вчера пошёл, а его карточку заблокировали. Мы даже пенсию теперь не сможем получить. Я вообще ничего не понимаю, что творится. Как так? У человека ничего нету, ничего абсолютно. Если он Иванов, значит, что за всех должен отвечать, что ли? Я вообще ничего не понимаю вот это. Вот, пожалуйста, помогите, чтобы нам карточку, чтобы убрали это блокирование, чтобы больше к нему не прицеплялись. Подобные случаи происходят в Карагандине впервые, но до сих пор в управлениях госдоходов исправляли ошибки. Накануне пенсионерам заявили, что ничем помочь не могут.